В здании 58-й школы пожар. Огонь заблокировал выход. На втором этаже остались два школьника. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуируют пострадавших. К счастью, это всего лишь показательное выступление студентов факультета безопасности жизнедеятельности, а не реальное возгорание. С поставленной задачей будущие спасатели справились, что не мудрено, ведь у каждого за плечами огромный опыт, несмотря на возраст. Сегодня все удалось вполне замечательно, все прошло, как мне кажется, на ура. Эти учения мы проводим уже в течение трех лет, и для нас вся схема этих учений уже отработана. Думаю, в реальных условиях мы будем действовать так же слаженно и уверенно. Но их старшие коллеги, сотрудники городской службы спасения, продемонстрировали школьникам работу спецоборудования. Например, вот этих гидравлических ножниц, с помощью которых спасатели вызвали от людей из искореженных машин. Увидеть в действии работу спецтехники школьники смогли благодаря серьезному мероприятию, которое проводит МЧС. Месячник гражданской обороны и защиты. В рамках месячника спасатели проводят показательные выступления с завидной регулярностью 2-3 раза в неделю. Методист городской службы спасения Алексей Немышев считает, что такие учения жизненно необходимы. В прямом смысле слова. Дети – это та незащищенная структура, которая в случае пожара может растеряться. И сегодня мы наглядно продемонстрировали, что и как должен делать каждый ребенок, чтобы спасти свою жизнь. Потому что мы знаем, что секунды и столько секунды могут дать человеку жизнь, и дальше будет все хорошо, так сказать. Свою просветительскую деятельность спасатели планируют активно продолжать. В скором времени они проведут на Лисе-горе соревнования «Юный спасатель». Никита Трубченинов, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ.